Первый этап – сгридировать, уложить трубы, подсыпать, организовать подъезд. Лыжная трасса рядом с Северным шоссе будет удобной для армянчан и летом, и зимой. Глава района вместе с раменскими спортсменами осмотрели будущий фронт работ. Здесь сделать площадку для стоянки автомобилей. И на этом пока первый этап будем считать исчерпным, да? Я так понимаю. И после этого сделали загородить проезд, чтобы джипы не могли проехать. Это как второй этап, когда закончится, когда машину не надо будет сюда загонять, надо будет заделать въезды, чтобы... Ну, говорите о перспективе освещения. Я думаю, что давайте сделаем первый этап, а потом видно будет. Кабинет кабинетом, а на велосипеде территорию осмотреть и удобнее, и практичнее. Небольшой отрезок на карте вживую представляет собой 5 километров трассы, живописный лес и популярное место у туристов и спортсменов. На протяжении многих лет, и это стала традицией, у нас в городе, в районе Северного шоссе существовала и продолжает существовать трасса, которую зимой используют для лыжных прогулок и для лыжных гонок. Но вот с течением времени, хотя она и любимая, эта трасса, но все же она устарела, морально как-то себя изживает. И очень бы хотелось вдохнуть в нее новую свежую струю. Реанимация территории коснется и спортивной площадки. Фитнес-зал в лесу – настоящая история раменского бодибилдинга. Самодельные тренажеры дадут фору соратникам из новомодных клубов. Абонемент действует для всех желающих круглый год, в любое время суток. Здесь очень много спортивных снарядов, которым, если не сто лет, но пятьдесят точно. То ли РПЗ изготовил, то ли любители. И они и сейчас используются спортсменами. Ну, конечно, все это уже настолько устарело, это раритетно, можно снимать какие-то фильмы о давно прошедших временах. Активная площадка, ее немножко приподнять, потому что здесь вода осенью и весной поднимается. И, в принципе, добавить немножко тренажера спортивных, чтобы люди туда приходили, тренировались, бегали, чтобы им было приятно здесь просто находиться. Свежий воздух, оригинальный интерьер и природный бассейн. Это вам не беговая дорожка в кондиционированном помещении. Благоустройство трассы ждут и туристы, и спортсмены. Вот мы хотим здесь все немножко склонировать. Зимой вот, чтобы на лыжах, на лыжах тоже давайте. Есть полно. А вы? Мы уже как-то возрастный тут. Ну вот хотим спланировать, чтобы здесь зимой на лыжах люди катались. Ну, здесь там не нравится. Нет, мы очень нравились. Тут Сапля живет, между прочим, семейца Сапли. Тут выводка уточек плавает. Мы тут очень любим природу. Эта трасса лыжная существует уже очень много лет. Она еще, наверное, появилась с заводских времен, когда была. И много людей по ней катаются. И появился интерес, чтобы ее облагородить. Потому что поток людей, лыжников, скажем, как он там, спортсменов растет. И хочется ее немножко расширить, поддержать, чтобы еще больше людей занималось. И всем, кто приходил и приходит. И она нравилась. И им было приятно кататься. Мы не будем тут собирать собор. Потому что, ну, все ясно, все понятно. Трасса, она уже испокон веков, несколько десятков лет. Поэтому мы не будем здесь проводить каких-то собраний. Но лидеры спортивного движения здесь уже присутствуют. С ними мы будем советоваться. Они уж, наверное, передадут нам пожелания тех людей, которые эту трассу используют, которым она нужна. И поэтому, естественно, как говорится, голос народа мы услышим. Первый этап работ, по сути, уже стартовал. Педали вместе с главой крутили все ответственные органы. Трасса осмотрена лично. Зима близко. Так что будем ждать преображения. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев, Михаил Лебедев. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...